Всем привет! Меня зовут Денис. Я увлекаюсь закаливанием и решил позаписывать, как я закаливаюсь конкретно от дома. В данном видеоролике я вам покажу конструкцию той ванны, которую я себе сделал. То есть она отличается от той ванны, которая установлена в большинстве квартир. То есть в тех же хрущевках или панельках. Вот эти вот маленькие ванны, они скорее всего нам не подойдут. Давайте я вам попытаюсь сейчас показать ту ванну, которую я соорудил. Перед тем, как начать принимать холодные ванны, я естественно изучил YouTube, посмотрел практически все на эту тему. И понял, что люди, в основном это высокие мужчины, которые пытаются запихнуть себя в обычную хрущевскую ванну или в панельных домах, которые установлены типовые ванны, небольшие. И естественно они страдают, потому что все-таки если мы погружаемся, то мы погружаемся полностью. Не знаю, как другим людям, но мне это доставляло дискомфорт. То есть я так пробовал принимать холодные ванны где-то, ну может быть 2-3 раза и отказался от этой идеи. И соответственно вот соорудил вот такую емкость. Эта емкость имеет ряд преимуществ перед обычной ванной. Во-первых, она выше, соответственно мы можем погрузиться туда по шею, да можем в принципе и с головой туда. Но это в принципе и есть ее основное преимущество, это объем. Второе преимущество у нее, на мой взгляд, то что ее можно установить в обычной квартире, в обычной ванной. То есть мы ее можем в саму ванну вмонтировать, то есть даже не вмонтировать, а просто туда положить. Дополнительное место она тем самым в квартире не занимает. Ну конечно там есть ряд и минусов, но об этом потом. Третье, можно изготовить вот такую емкость самим. Это сделано из пластиковой бочки, бочку мы просто разрезали вдоль. С помощью горелки эта бочка была доведена вот до такой вот конфигурации. С торцов здесь просто жестяные листы, в данном случае они на заклепках закреплены. Но я думаю, что можно тут что-то еще придумать. Жестяной листок, ну миллиметровый или можно даже, вот у меня тут 0,5. В данном случае используется промазанным герметиком. Обычный черный силиконовый герметик. Это у нас самоделка такая, да. Но это дешево. Это еще один плюс, что это очень дешево. Если у вас такая бочка есть, это хорошо. Если ее нету, ее можно купить недорого. Такие бочки сейчас продаются. Здесь вот я сделал слив. Вот была у меня такая конструкция. Вот это. И вот здесь можно просто пробку вытаскивать. И вода будет сливаться. Ну это опять же тут, кто что захочет, тот и устанавливает. Можно какой-то чопик или... Ну главное, чтобы просто здесь было отверстие, потому что сливать воду все равно как-то вам придется. Хотел сделать из Еврокуба сначала. Но потом подумал, что Еврокуб как в квартиру затащить, где его установить. Если, допустим, Еврокуб случайно прохудится и вода польется, соседи их все затопят. То есть этот вариант отпал у меня, да. Ну и дальше я хотел бочку обычную использовать вертикально. Залезать в эту бочку. Но опять же встает вопрос, как туда залезать, насколько это просто. И в общем тоже. Ну и вот пришел к такой вот конфигурации. То есть обычная та же бочка, только вдоль разрезанная и чуть-чуть доработанная с торцов. Вот смотрите, как это выглядит. То есть видите, насколько она выше получается, чем обычная ванна. Да, то есть вот так вот. После использования я вытаскиваю ее. И она у меня хранится в коридоре тут. Можно в кладовку у кого есть. Ну а кто-то, может быть, сделает чуть-чуть поменьше. Допустим, вот, к примеру, если вот здесь вот так вот отрезать бочку, да, и здесь бы был торец, вы бы все равно бы поместились. Но у вас, к примеру, высвободилось бы место, и вы бы смогли, к примеру, и душ принимать, и держать вот эту емкость в ванной. То есть тут уже творческий подход. У нас сейчас по времени 6 утра. Вот, 6 утра уже пора принимать ледяную ванну. Когда емкость наполнена, значит, нужно добавить лед. В данном случае я буду добавлять лед, грубо говоря, в начале, потому что ванна сейчас прохудилась, и она у меня практически всегда, ну, в режиме наполнения находится. То есть это не обязательно добавлять в начале. Мы добавили туда какое-то количество льда. В принципе, это достаточно, этого достаточно. Много льда не надо, ну, слишком много льда не надо. Вот, добавили вот столько, этого хватит. Вот видите, пока вода набирается, она и охлаждается. То есть, поэтому я добавил лед вот на данном этапе. Хотя, я говорю, можно просто и потом добавить лед. Если у вас ванна не будет протекать, как вот моя емкость, то можно и в конце просто добавить лед и немножечко подождать. И она будет похолоднее. Чем холоднее, тем лучше, на мой взгляд. Попробую установить телефон таким образом, чтобы вы могли видеть, как я погружаюсь. Планирую просидеть я, ну, минуты две, где-то минуты две. Градусник покажу вам, но надеюсь, градусов 6 у меня получится добиться. Невероятно! 3-4 градуса. На такой успех я, конечно, не рассчитывал. Грандиозно! Впервые буду сидеть в такой холодной ванне. Это очень даже и хорошо, что на видео попадет как раз самое стрессовое, самое экстремальное, скажем так, погружение. Итак, ванна набрана. Или емкость, правильно как сказать. Чувствуется некий адреналин, конечно же, перед погружением. Но так всегда. Это как бы не страшно. Вот сейчас настрою таймер. Ну, вернее, давайте я туда встану, и чтобы поточнее засечь уже в самой ванной. Значит, ну как я делаю? Бывает, я ставлю себе ступеньку, устанавливаю, потому что довольно высокие борта. Ну, в принципе, можно и так. Вот, смотрите. Встаем вот так вот. Вот, сразу скажу, когда человек погружается в холодную воду, то его организм больше кислорода намного потребляет. Поэтому многие начинают учащенно дышать. Это нормально. Этого тоже не нужно бояться. Последнее время я стал стараться просто дышать глубже, но организм сопротивляется. Организм хочет дышать как собачка. Быстро, быстро, быстро. Но, вроде как говорят, что надо дышать именно глубоко. Ну, все, ребята, засек. Теперь потихоньку. Ну, кто любит быстро, кто не быстро. Погружаемся. Вот, видите, дыхание пошло сразу. Немножко заболели ноги. Сейчас. Можно немножко окунуть лицо. Голову не советую сразу, но лицо можно. Немножко выровнять, как бы, стабилизировать температуру. Все. Вот, как я вам и говорил, самое страшное, это, ну, какие-то первые секунды. Там уже полегче будет. Дальше уже сидите, ощущаете удовольствие. Пытаетесь, вернее, ощутить удовольствие вот видите, чем хороша ванна. Вы можете по шею погрузиться, ноги не торчат, руки не торчат. Вы полностью находитесь в этой ванной. Вам не нужно прилагать усилия, чтобы какую-то часть тела отдельно погрузить, потом другую часть тела отдельно погрузить. С этим я испытывал некие трудности. здесь эта проблема отсутствует. Это большой плюс. Просто большой плюс. Ну, вот я сейчас уравновесился, и, в принципе, мне плюс-минус даже и комфортно. в интернете есть видео одна девушка, зовут ее Османда Лебаш, она из России, она просидела в проруби целый час. Но надо понимать, что в проруби, во-первых, холоднее, там где-то, может быть, один градус. Ну, там 0,7, один градус, может быть, так где-то. Вот. И поэтому это, конечно, очень тяжело для организма. Но я к тому говорю, что все реально. Что... То есть, не надо так думать, что если вы залезете в ледяную ванну или там в холодную ванну, то вы умрете или там у вас что-то остановится. Нет. Но надо подходить с умом. То есть, понятное дело, что перед тем, как я начал погружаться я, конечно, использовал и контрастные души, ну и еще какие-то способы более мягкие. Так, ну, что могу сказать? При желании могу просидеть еще, но не буду. Потому что весь терапевтический эффект, на мой взгляд, вот на данный момент уже получен. Так. Потихоньку вылезаю. Ой. Ой. Так. А часы-то у меня сбились. Ну, ничего. Я отслежу по телефону, сколько я просидел, и картинку сюда вставлю. Сколько я просидел. Мне кажется, где-то минуты две, наверное. Ну, нет, не две, где-то две, две с половиной, три, может быть даже. Но, поскольку мы с вами как хотели, чтобы я до конца, чтобы и свои ощущения описал, то поэтому я продолжаю сейчас снимать. Продолжаю снимать. Вот. Так. Ну, что желательно сделать? Тереться, да? Ну, хотя, если вы в квартире, вы так не замерзнете, вам не обязательно, наверное, сразу бежать за полотенцем. Если на улице, проруби, конечно, потому что там и ветер, и другие какие-то неприятные погодные условия. Здесь же все хорошо, все комфортно. Так, ну, вот многие говорят, что человек испытывает какой-то там эйфорию. Ну, да, есть, конечно, определенные эмоциональные подъемы, но, поскольку я погружаюсь часто, я погружаюсь, ну, почти каждый день, я уже не испытываю этого, ну, такого прям подъема, конечно, чувство преодоления, многие называют, да, есть, безусловно. Ну, если постоянно это делать, то тоже, знаете, может быть, уже и чересчур. Ну, как говорят, вот три раза в неделю, там, два-три раза в неделю, в принципе, нормально. Вот. то есть, самое страшное в этом деле, это вот первые, ну, первые секунды, там, 10, 15, 20, может быть, секунд, потом все хорошо. в основном-то, я снимаю данное видео для людей, которые уже практикуют холодные ванны, закаливания и иные такие процедуры, холодовые процедуры. Но, наверное, будет не лишним сказать и в целом пару слов для тех, кто хочет начать этим заниматься. просто я хочу сказать, что вы ничего не потеряете. Надо, конечно, грамотно к этому подходить, разумно, но в целом, как уже наверняка вы догадались по опыту тех, кого вы изучили до этого, кто, ну, там, моржей или кто там занимается закаливанием, это только идет на пользу. Самое трудное будет это погрузиться. Ну, самое трудное на самом деле это время перед погружением, когда ты готовишься к погружению, потому что ты уже понимаешь, что тебе придется преодолеть боль там некоторую, ну, в том числе и физическую, потому что ноги и руки начинают болеть, скажу я вам. Не знаю, почему так. Во всяком случае тоже это не смертельно ничего, все это нормально. Будьте просто к этому готовы. Еще проговорю один момент для людей, которые хотят пойти немножко дальше, кто хочет принимать холодные ванны или закаливаться на голоде, на голодании, то есть или там кто определенного питания придерживается, да, диетического возможно, вам будет просто тяжелее, стресс будет больше для вас. Это просто надо знать, это не страшно, это не опасно, ну, это просто факт. морально просто надо быть чуть больше к этому готовым, видимо, так. Если вопросы какие-то есть, то давайте. Дальше я планирую заниматься холодовыми процедурами, то есть открывать сезон моржевание я не хочу это называть, да, потому что у нас как принято, что морж это тот, кто окунулся, а я хочу идти дальше, то есть закаливание оно может быть разным, опыт важен в этом деле, нас немного таких, поэтому ну, ждите, в общем, новые видео и спасибо за просмотр. ПОДПИШИСЬ!